Девушки отдыхают 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 Точняк. А потом его же и исправим. Фу, устал. Ого, вы снег убираете? Ну да. И когда успела столько нападать? Похоже, мы перестарались. Побегу и расскажу папе. Кажется, мы тут надолго застряли. Хм, есть способ побыстрее. Сейчас мы этот снег смоем. О, крутяк! Итак, марафон добрых дел продолжается. И я получил сообщение о первом добром деле. А это значит, Вайли и Бёрд настроены серьезно. Ну чего, какое следующее доброе дело? Музор. А, придумал. Ничего себе. Я, я даже не знаю. Может, ветер или вороны принесли? Это мы поправим. Вам помочь? Сами справимся. Как хорошо, что я вас нашла. Ого, сколько мусора. Вы же его потом рассортируете? Ээээ, конечно. Конечно. Вот здорово. Предлагаю выбросить все в фонтан. Точняк. Никто и не заметит. Еще одна новость из центра города. Вайли и Бёрд предотвратили Деда Патч. Уверен, что прямо сейчас наши герои завершают очередной добрый поступок. Марафон добрых дел набирает скорость. А, точнее, скорость набрала коляска миссис Клауди. Вот это поворот. Но не волнуйтесь, отважные герои спасли малышку. А попутно вернули горожанам свободу передвижения. Какие же они молодцы. А вот и виновники торжества. Их радостно приветствуют, жители. Какая неожиданность. Похоже, сегодня на площади повышенная гололедица. Надо чем-то посыпать лед. Сейчас. Не то, тоже не то. Нашла. Оп-ля. Странно. Еще утром льда не было. А, ну... Итак. Ой, это что? Вот это поворот. На город обрушился крат из мусора. Пошли! Поберегись! Откуда в фонтане мусор? Погодите, а куда вы убрали мусор? А, ну... Мы выбросили его фонтан. Мы выбросили его в фонтан. Так, и просим у вас прощения. Просто мы очень хотели кубок. Хм, так вот оно что. Держите. Вот ваше первое настоящее доброе дело. Починить кубок. Починим. Конечно, починим. Ой. Мамин самокат. И последний вопрос. Господин мэр, как вы оцениваете самокаты вождения в нашем городе? Да, то есть нет. Оцениваю. Ну, наверняка у вас есть способ оценить умение жителей водить самокаты. Нет. То есть, да, способ есть. Будет. Решено. Я проведу городской экзамен по вождению самокатов. Экзамен? Уверен, это будет очень весело. Всем, кто справится, я выдам специальную карточку. Вот. Благодарю, господин мэр. Надеюсь, все сдадут на отлично. Поедет как по маслу. А где ваша мама? Экзамен уже совсем скоро. Так вот же она. Мам, идем к нам. Кто? Я? А мне это. Нужно следить за туманом в созвездии кабачка. Ну, раз мама занята, может, мы сами подготовим ее самокат? Да. Кажется, на нем давно никто не катался. Но ваша мама только вчера? То есть, на прошлой неделе? Или... А вы когда видели маму на ее самокате? Выходит, мы ни разу не видели маму за рулем самоката? Ого! Думаю, вам пора кое-что узнать. Это случилось в тот день, когда я впервые встала на самокат. Мне так понравилось кататься, что я решила объехать всю площадку. Но в самом углу был... О! Парук! Цветок! Мэр! Нет, тоннель. Темный, страшный. Я испугалась, затормозила и упала. С тех пор я боюсь водить самокат. Простите, что не сказала. Как же мы будем сдавать экзамен без мамы? Нужно что-то придумать. Привет, Лудол семейство. Я сдам экзамен. Что, если нам спросить совета? Миссис Пеппер, подождите! У нас важный вопрос. Кой-кто в нашей семье боится самокатов. Может, вы что-нибудь посоветуете? О, понятно. Когда мой сын, мэр, был маленьким, он не любил кашу. И я прятала ее под слоем печенья. Ну, вы поняли. Эм, не совсем. Ох, чтобы научить тому, что не нравится, можно замаскировать это под то, что нравится. Мне пора. Удачи! Я первая. Замаскировать? Знаю! Мы подготовим вашу маму к экзамену. Но сделаем это так, что она не заметит. Устроим ей тренировку. Но не обычную, а космическую. Значит, нам нужны планеты? Не то. Тоже не то. О, нашла! Опля! Отлично! Начало положено. За дело. Ура! Сюрприз! Лудлонафт Мэй, приглашаем вас в космическую экспедицию. Ого! Всегда мечтала увидеть лудлов с других планет. Сейчас что-нибудь придумаем. Не то. Тоже не то. О, нашла! Опля! Ой, даже не знаю. Одной мне как-то страшновато. Ни слова больше. Вас будут сопровождать наши лучшие лудлонафты. Мэй! А я буду внимательно за всем следить из Центра управления полетами. Ну, хорошо. Уговорили. Начинаю обратный отсчет. Три, два, один, пуск! Итак, лудлонафты, впереди парад планет. Постарайтесь не нарушить его стройные ряды. Ослепительно, как хвост кометы. Внимание! Впереди скопление астероидов. Йоу! Блестяще, как полнолуние. Осталось пройти через звездный портал, и цель достигнута. Ой! Простите, я не справилась. Вау! Первая. Дала экзамен первая. А вы чего такие кислые? Ох, кое-кто в нашей семье никак не может перестать бояться, тоннелей. О! Когда мой сын, наш мэр, был маленьким, он боялся подкроватного монстра. Но однажды его медвежонок упал прямо под кровать. И ему пришлось под нее заглянуть. Ну, вы поняли. Эм, не совсем. Ради того, что нам дорого, мы готовы преодолеть любые страхи. Я первая, я первая сдала... Кажется, я знаю, что делать. Ага. А-а-а-а! А-а-а-а! Ой-ой! Что случилось? А-а-а-а! Кажется, папин самокат сломался. Тормоза! Похоже, что-то с тормозами. А-а-а-а! Ой-ой-ой! Что делать, что делать? Может, надо догнать папу и спасти его? Да, точно. Чарли, я спасу тебя. А-а-а-а! 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 Пройти экзамен. А-а-а-а! А-а-а-а! Я все видел. Вы сдали. Поздравляю! Ура! А вас жду завтра на перездачу. У вас, кажется, что-то с тормозами. Исправляйте. Да, господин мэр. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Бабочки, давайте активнее. И раз, и два, перский поворот и прыжок. Молодцы, давайте еще раз прыжок и раз поворот. Ой, что-то я волнуюсь. Куфе, может, мы лучше домой пойдем? Что скажешь? Маби, твой выход. Давай, ты сможешь. Мафии, вперед! Я облако большое и волнистое. То есть пушистое. Нет-нет-нет-нет-нет, это никуда не годится. Нужно громче и четче. Для тебя же будет смотреть полный зал зрителей. Полный зал? Ну, конечно. Я же пригласила весь город. Только представь, и мэр, и его мама, и все наши соседи. Все они смотрят на тебя, Мафи. Так, стоп, а где Мафи? А, он, наверное, слова ушел повторять. Пуфи, а где Мафи? Репетируйте пока без нас. Мы с Пуфи его найдем. А, вот ты где. А ты чего убежал? Подумаешь, слова забыл. Хочешь, я с тобой повторю? Я уже сто раз повторял. Знаю это от волнения. Просто, как представлю полный зал зрителей, и все на меня смотрят. О, я знаю. Тебе поможет тот, кто не боится выступать на публике. Идем. Эм, ладно. Подожди. Привет, Рокки. А мы тут, эм... Здорово. Погодите чуток. Что-то звук слабоват. Ой, сейчас помогу. Это не то. Тоже не то. А, вот. О, ну-ка попробуем. О, это нам подходит. Рокки, а как тебе удается так смело играть перед публикой? Я всегда сначала тренируюсь перед запасными зрителями. Мафи, давай. Это всего лишь две маленькие птички. Я облако большое и пушистое плыву по небу, по небу. Нет, я не могу. Мафи, подожди. Спасибо, Рокки. До встречи. Мафи, постой. Мы обязательно найдем того, кто научит тебя выступать. И все в зале будут тебе аплодировать. Эм, это не я. Да-да, спасибо. Спасибо. Ой, а теперь вот это послушайте. Кружатся снежинки, как слон на качелях. Стрекозы на солнышке лапки согрели. И было все это в апреле. В апреле. Салли, вот это да! Ты так здорово выступала! А, да-да. Салли, а можешь меня научить? Ну, конечно. Просто следуйте за бабочками. Бабочками, палочками, лапочками, качками. Первым делом нужно настроиться на спокойствие. Эй, Пупи! Закройте глаза. Эм, простите. Похоже, я от волнения забыл, как закрывать глаза. Ой, сейчас помогу. Это не то. Тоже не то. А, вот! А теперь представьте, что вы на вершине Луду-горы. Вокруг порхают бабочки и светит солнце. Морфий! Тебя будет смотреть в полный салферич. Наверное, я всегда буду бояться выступать. Пуфи, ты хочешь, чтобы я спел нашу любимую песенку? Угу. Угу. Пум-пу-рум, пу-рум-пум-пум. Солнечный зайчик на горе, лисички прячутся в норе. Пум-пу-рум, пу-рум-пум-пум. Всем лодовили хорошо, сегодня дождичек прошел. Пум-пу-рум, пу-рум-пум-пум. Сосулька еды лед жуют, а утки любят синий пруд. Пум-пу-рум, пу-рум-пум-пум. Ты же совсем не волнуешься. Ага. Петь нашу с Пуфи песню мне почему-то не страшно. А у меня появилась идея. Всем лодовили хорошо, сегодня дождичек прошел. Пум-пу-рум, пу-рум-пум-пум. Сосулька еды лед жуют, а утки любят синий пруд. Пум-пу-рум, пу-рум-пум-пум. Ммм, чего-то не хватает. О, другое дело. Пум-пу-рум, пу-рум-пум-пум. Традиция. Нет, не подходит. Нет, не то. Не подходит. Это все уже было. Нужно что-то особенное. Эх, новая традиция должна быть супер-мега-новогодней. Звезды, фонари, шары, блески, шелест, мишуры. Праздник снежный на пороге, в нем традиции важны. Ёмку украсить, подарки купить. Стих новогодний успеть сочинить. Ну и, конечно, самое главное. Пряничный домик столу смастерить. Ну и, конечно, самое главное. Пряничный домик столу смастерить. Какао с корицей. Это лудл-традиция. Шоп для подарков. Огнем леденцим. Весь город поет. Огоньками искрится. И новые традиции вас мэру удивит. Мы дружно поем. Город снежный искрится. И новые традиции нас мэру удивит. Да-да, это будет лучшая новогодняя лудл-традиция. Надо только ее придумать. Ла-ла-лай, ла-ла-лай, пряничный домик к столу смастерить. Прям-таки шляпный снегопад. Ой, печеньки. Попался. Ой, папа, это ты? Вы чего это подкрадываетесь? Ой, прости. Мы тут это, хотим поймать снеголудла. А-а-а, так это печенье-приманка? Хитро. А давайте я вам помогу. И мы вместе увидим снеголудла. Ура! Так, для начала нам нужна правильная приманка. Что-то мармеладное. Или зефирное. Или... Боколадное. Точно. Кнопки, мы едем в магазин. Нет, не подходит. Э-э-э, нет. Может, это? Привет, Клоуди. Привет, соседи. Здрасте. Дорогой, не отвлекайся. Нам нужно выбрать самую новогоднюю. Хм, я кое-что придумала. Не то, тоже не то. О, нашла. Оп-ля. О, отличный выбор, дорогая. А? Хе-хе-хе-хе. М-да, похоже, найти угощение для снеголудла будет не так просто. Могу я вам помочь? Да. А где у вас тут мармеладные слизнячки? Или помадка? Боюсь, все сладости распроданы. Приходите после Нового года. После Нового года? Что? Ну вот, теперь у нас нет приманки для снеголудла. О, вы хотите поймать снеголудла? Какая необычная новогодняя традиция. Традиция? Я тоже о такой не слышала. Интересно. Ого. Традиция? Ну, это не совсем традиция. Мы просто хотим его увидеть и приехали за сладким угощением. Традиция, традиция. Это новая новогодняя традиция. Я вот только сегодня хотел о ней объявить. Сам придумал. Традиция. Да, точно. Снеголудла! Снеголудла! И не забудьте сладкие приманки для снеголудла. Ну, как же... Теперь все придут на площадь с угощениями. А у нас ничего нет. Ага, ничего. Дома тоже совсем не осталось сладостей. Зато... Та-дам! Наш традиционный пряничный домик готов. Красивый. А это что? Зефирный снеговичок? Ух. Эх. Эх. Хм. А что если нашей приманкой будет пряничный домик? Он как раз весь из сладости. Ура! Приветствую всех собравшихся. И поздравляю с новой традицией. Ура! А сейчас время приготовить приманку. Вот все удивятся, когда увидят наше угощение. Хистерей! Ничего себе, почему все принесли домики? Ничего себе. Какой кошмар. Все принесли красивое одно и то же. А почему это ваш домик на самом видном месте? Да потому что он вкуснее. А в нашем домике сливочная начинка. Ну не знаю, цветной посыпки у вас маловато. А почему это? Не могу это понимать. А по-моему, все пряничные домики замечательные. Ага, ладони. Ой, точно. Бу, ты молодец. Сейчас. Не то, тоже не то. О, нашла. Оп-ля. О, ничего себе. Красота. Спасибо, Энн. Я как раз хотел тебя об этом попросить. Эм, теперь у нас есть идеальная приманка. Осталось только дождаться снеголудла. Что, 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 что происходит? Ого. 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 Катастрофа. Вы видели? Видели? Приманка исчезла. Как? Но, но, традиция. Спокойствие? Сейчас разберемся. О, здесь письмо. Дорогие лудлы, спасибо за чудесный подарок. Я тоже для вас кое-что приготовил. Ура. 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 Как же я чудесно всё придумал. Сам не ожидал, что всё так здорово получится. Ура. 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 Ты думаешь, я què sparkedazione кастропуни bankaman шикаса? Ура меня тут катастрофа. Я уже и поливала, и рыхлила, и танцевала. Ничего? Ах. Не помогает. Ну- Танцевала? Ну да. Цветы они как лудлы. Каждому нравится что-то свое. Вот, например, Орхидея Усатая. Она любит, когда ей расчесывают усики. А это Фикус Кудрявый. Он обожает, когда его опрыскивают. Смотри. А это Зубастик Улыбчивый. Больше всего на свете ему нравятся морковные фрикадельки. Ну, а этот тогда что любит? В этом-то и беда. Я не знаю, что это за цветок. Нужно срочно его спасать. Без паники. Сейчас определим, что он любит. Предположим, что это какой-нибудь красавчик ненаглядный. О, есть такой. И правда немного похож. И что он любит? Всё красивое. Придумала. Пересадим его в горшочек посимпатичнее. Ему точно понравится. Ну как? Красота? Что-то он не сильно рад. Наверное, горшочек недостаточно красивый. Сейчас что-нибудь придумаем. Не то. Тоже не то. Нашла. Оп-ля. Не сработало. М-да. М-да-а. Не красавчик. М-м-м. М-м. А что если ему не хватает общения? М-м-м. М-м. Возможно, это одуванчик общительный. Тогда он любит свежий воздух и знакомится с новыми друзьями. Отлично! Возьмём его на прогулку и проверим! Ой-ой! Фух! Да, так мы далеко не уйдём! Сейчас что-нибудь придумаем! Это не тот! Тоже не тот! Нашла! Так намного лучше! Какие милые! Сейчас познакомим их! Это Маргаритка номер один! Это Маргаритка номер два! Номер три! И Маргаритка шестьдесят! Ну вот! Общайтесь! Похоже, Маргаритке ему не очень нравится! Иэн, смотри! Может, с этим познакомим? Такой хорошенький! Благодарю! Это Герберт! Мы познакомились в лесу! И я решила пересадить его на шляпу, чтобы он мог постоянно слушать мои стихи! А он любит стихи? Ну, конечно! Хотите, я и вашему цветочку почитаю? Он такой печальный! Отличная идея! Вдруг это Крокус стихолюб! Такие нежные цветы, они как губки для посуды, цветные, яркие, повсюду и воплощение красоты! Нет, не стихолюб! Что ж, поэзия не для всех! Папа-пара-пара! Ну, не знаю, моим кустам нравится! Ю-ху! Вы где ходите? Мы без вас уже всё построили! Горка! Крутяк! Давайте к нам! Может прокатимся? Ну, один разочек! А как же цветок? Что-то мне страшно оставлять его одного! Да и санок нет! Сейчас что-нибудь придумаем! Так, не то! И это не то! О, нашла! Та-дам! Ну, хорошо! Только недолго и катаемся по очереди! Чтобы было кому за ним присмотреть! У-ху! У-ху! А-а-а! У-ху-ху! Ю-ху! Я-а-а! У-ху! Я думала, ты с цветком! А я думала, ты! А-а-а! У-ху-ху! У-ху-ху! Привет! Привет! Слышал здесь крутая горка? У-у-у! 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 Какой шикарный экземпляр! Недотроги зимостойкой! Э-э-э-э-э! Кого? Э-э-э-эм! Недотрога зимостойкая – очень редкое растение! Любит уединение, холод и не требует полива! У-у-у! Так вот где горка! Думаю, я знаю, что нужно делать! Здесь тебе будет достаточно прохладно и спокойно! Всё, как ты любишь! А я буду приходить к тебе! Э-э-э-эм... иногда! Цветок спасён! Теперь можно продолжить снежные гонки! Й-ха-а! Снежное приключение! Вот почему «Шляпы с полями» – лучший выбор для солнечного дня! А сейчас вас ждёт... Важное объявление! Завтра Салли приглашает всех в гости в поэтический клуб! Она будет читать стихи из своего нового сборника «Солнечный вихрь»! Ох, простите! У нас тут тоже небольшой лохматый вихрь! Хе-хе-хе-хе! И напоследок о погоде! Завтра ожидается... Ожидается... Ох! Солнечный день без осадков! Хе-хе! Впервые за всю неделю! Вот такие новости! Всем спасибо и... Доброй ночи! Хм, отличная шляпа! Бу! Спасибо! Ну что, к прогулке готовы? Да! Только далеко не уходите! Не волнуйся, дорогая! Ой-ой-ой, что за... Да, так мы точно далеко не уйдём! Ага! И откуда столько снега? Сам не понимаю! Разве что... Нет, тоже нет! О, аномально снежная ночь! Ночь, а солнечный день только завтра? Ой-ой-ой! Мы что, перепутали прогнозы? Да, и кажется, я понял, кто устроил путаницу! Ой, а как же Салли? Она будет ждать всех в гости? И правда, в такой снегопад к ней никто не придёт! Без паники! Мы пророем снежный тоннель и попадём к Салли! Вы со мной? Да! Отлично! Снежный отряд готов! Дорогая, неси карту! Боюсь, у нас её нет! Как так? Ну, помнишь, ты взял её в поход, а потом то ли потерял, то ли одолжил... Эм, да, теперь припоминаю... Карта города есть в ратуше! Мы с Бу на экскурсии видели! Ага! Ратуша, значит! Разведаем обстановку! Ну, что там? Вижу снег, снег... О, башня с часами! Курс взят, начинаем движение! Фух, так мы и до весны не справимся! Нужен другой способ! И желательно безотходный! Хм, сюда бы снежный аппарат! Точнее, противоснежный! Вот я шляпа! У меня же есть такой, с педалями и трубой! Ещё бы вспомнить, где он! Ты об этой странной штуковине? Мой аппарат! Теперь дело точно пойдёт быстрее! Эм, только трубу починим! Ой, я помогу! Не то! Тоже не то! Нашла! Поехали! Вот мы и на месте, кажется! О, кого я вижу! Чарли, Мэй, дети, снегоуборочный аппарат! Хм, любопытно! Простите, что отвлекаем, господин мэр, но нам очень нужна карта города! Мы хотим добраться до домика Салли! И попасть на её поэтический вечер! Понятно! Минуточку! Держите, я иду с вами! Отлично! Чем больше народу, тем веселее! Да, мы можем весело расставлять указатели по дороге! Кстати, у вас случайно нет с собой указателей? Сейчас что-нибудь придумаем! Нашла! Оп-ля! Хм, весьма практично! А теперь вперёд к Салли! Вот Салли обрадуется! Бу! Хи-хи-хи! Криви-хи! Всем привет! Ого! Ты позвала гостей! Ничего не понимаю! Здесь должен быть дом Салли! Эта карта... Очень старая! Сейчас в городе всё по-другому! Ну да! Это же музейный экспонат! И как теперь быть? Нам очень нужно к Салли! Я могу рассчитать правильный путь! Это не сложно! Мы здесь арабша, здесь... Значит, надо вернуться назад к фонтану, потом вправо ходить, то есть влево, немного вперёд, свернуть из супермаркета и двигаться под углом 38 градусов! Так мы совершенно точно окажемся у Салли! Здравствуй, Гринни! И все остальные! Не может этого быть! Здесь должна жить Салли! Ну, ты совсем немного промахнулась! Салли живёт по соседству! Ага, вон там! Или там не разберёшь в этом снегу! Надо ждать, пока растает! Нет-нет, мы не можем ждать! Салли там совсем одна! Эх! Мерцает ламп и уголь... Ой, вы это слышали? Кажется, кто-то читает стихи! Это Салли! Мы начались! Это же Салли! Салли! Так, разойдись! И только жёлтый мотлёк со мною говорит... Салли! Салли, Салли! Салли! Вы пришли! Там же всё снегом заняло, занесло, закружило! Да, с прогнозом вышла небольшая путаница. Кстати, а где у тебя дверь? А разве окно не может быть дверью? Хе-хе-хе! Жаль только, не все смогли прийти! Разве? Вы тоже прорыли тоннели? Ну, естественно! А благодаря указателям поняли, куда идти! Как же замечательно! Теперь мы все сможем услышать солнечные стихи Салли! Ой, а я их все уже прочитала! Мотыльку! Ну, не беспокойтесь! У меня есть новый снежный! Город тихий шапку надел, как мороженое белоснежную И на чай мотылек прилетел, чтобы встретить лудлов заснеженных Субтитры сделал DimaTorzok